Всем привет! Меня зовут Татьяна и вы находитесь на моем творческом канале. И сегодня у меня такое предновогоднее видео, видео о покупках и подарках, которые случились в этом месяце. Такой знаковый месяц. У меня был день рождения, соответственно, без подарка здесь не обошлось. У меня также были покупки в качестве подарков для одного человечка. И, соответственно, грандиозная покупка к Новому году. С одной стороны она рукодельная, а с другой стороны она такая новогодняя. Ну, все это вы сейчас у меня увидите. Я обо всем постепенно расскажу. Первое, с чего я начну, я хочу показать покупки, которые были сделаны чуть ранее, чем, наверное, декабрь месяц. Что-то может случилось даже в октябре, а что-то в ноябре. Но этот кусочек я отсняла в ноябре до того, как я отправила подарочек по почте. И чтобы не светить эту покупку, соответственно, я не показывала эти покупки. Но кусочек отсняла. Они же у меня все-таки были. И я это покупала. И я думаю, что наверняка вам тоже будет интересно, что это было. Поэтому сейчас я вставляю кусочек с видео о том, какие у меня были покупки. Купленные ранее, но не показанные мной. И дальше мы с вами продолжим. Вставляю кусочек в видео покупок. Потому что нельзя было эти покупки светить. Конечно, они были куплены раньше. Все немножко в разное время. Но не показывала, потому что готовила посылочку в качестве подарков. Итак, было у меня уже видео с покупками. Там был вот такой вот гном-рукодельник. Купила, заказала еще одного. Это подарок. Но буду дарить его не в наборе, а буду шить непосредственно конкретному человеку вот этого замечательного гнома-рукодельника. Еще одна покупочка. Это вот такой вот очаровательный зайка от Волшебной Страны. Зайка-подставка под яйцо. Очень он очаровательный, очень красивый. Не помялась у меня упаковочка. В общем, тоже куплено на подарок. Надеюсь, что понравится тому, кому это будет вручено. Также вот такая вот очаровательная игра с домовятами куплена для ребеночка маленького. Снимала этикетку и, видите, немножко порвала. Но я думаю, что никак это не повлияет на функционал подарка, потому что внутри все запечатано, упаковано. То есть совершенно новая игра. Никаких проблем. Так, еще хочу показать. Сейчас, наверное, все сразу догадаются, для кого. Но не смогла пройти мимо и не приобрести это очаровательное создание. Это вот такой вот фарфоровый зайка для зубочисток. Я купила сначала себе такого зайку, но поняла, что обязательно надо этому человеку тоже дарить, потому что это очень красиво и, собственно, тематически. Сейчас покажу, чтобы мне не распаковывать, покажу своего зайчишку. То есть вот так вот он выглядит. В наборе там, по-моему, всего шесть зубочисток было. Это у нас вот он так вот стоит. Но это очень мило и очаровательно. Вот поэтому вот точно такого же зайку купила в подарок. Я всегда говорю, что я покупаю то, что нравится мне самой. И никогда не дарю то, что мне самой лично не нравится. Также уже добить, наконец, коллекцию, которую я дарила. Заказала тоже, чтобы добить человечку. Это вот такая вот дама с веером. Вы видели у меня такую даму в покупках. У меня такая тоже есть. И вот я купила еще на подарок такую даму. И купила еще для того, чтобы тоже как-то в этой же теме. Я не помню, показывала я у себя или нет. Это большая вообще заготовка. А, ну нет, конечно же, я ее не показывала. У меня такой нет. Я не вижу у себя невесты. Но, думаю, обладатель, которому будет подарена эта работа, так как имеет дочерей, в общем-то оценит мой выбор по достоинству. То есть вот такую вот невесту еще. Это фирма Каролинка. Это все одна серия, только там дамы различных эпох. А здесь вот в такой же стилистике невеста. Ну вот как-то мне показалось, что она очень милая. И бисером это будет смотреться бомбически и очень красиво. То есть вот еще в довесок на подарок. Понятно, будут еще какие-то подарки. Я сейчас показываю рукодельные, за исключением вот этого очаровательного зайца зубочистки. Но не показать я это не могла. И еще один подарок. Успел он, слава богу, приехать. Заказывала это китайский набор от Алиэкспресс. Но это примерно то, что я уже давно искала здесь у нас, чтобы подарить. Это вот такие вот классные наборы для столовой зоны, салфетки. Которые можно сделать своими руками в такой стилистике кжелевской. Они разбиты на два разных набора. Я думала, это будет целиковый набор, но они в разных упаковках. В этой упаковке это большая салфетка. Смотрите, здесь даже идут пяльцы в комплекте. Но мы ничего вынимать не будем, трогать. Доставать не буду. Я думаю, что обладатель этих наборов в своем виде все равно покажет, расскажет. И более того, я больше чем уверена, что все подписчики, которые у меня есть, там тоже есть. Потому что там огромное количество подписчиков. У меня их мало. У меня просто свои зрители. И второй такой же набор, и тоже там внутри пяльца. Только более маленького диаметра. Это маленькие салфеточки, которые можно адресно каждому члену семьи положить. И они все разные. Вот я надеюсь, что там я открывать не буду. Смотрите, я тоже не буду. Пусть хозяин смотрит сам. Хозяйка. Я надеюсь, что... А вот даже теперь интересно. Там четыре разных или... Каждого по четыре. Или какой-то конкретный. Ну, в общем, хозяин откроет, покажет. И мы все обязательно узнаем. Вот такие два китайских набора. Я искала непосредственно конкретную тематику. Потому что, ну, сколько можно статуэтками украшать. И каким-то таким... Можно уже, в общем-то, сделать прикладные вещи. Техника здесь достаточно простая. Я думаю, что работа не займет. Не будет занимать много времени. Это такой семейный подарок. Плюс к желе это такая тема синий-белый. Как раз к Новому году. Поэтому вот такой вот подарок я тоже прикупила. Но была уверена, что это все в одном наборе. Потому что как один заказ шло. Но видите, разбито на два. Виднее цель там нитки. Вот по ощущениям-то тканюшка не обработана. Но я почему-то очень надеюсь, что это уже готовые заготовки. Их не надо будет шить. Но если даже и надо будет, я думаю, что человек с этим справится. Так, это вот такие подарки, которые я скрыла на протяжении осени. Которые не показывала. Потому что я не хотела светить, чтобы это было сюрпризом. Вот, надеюсь, обладателю они понравятся. Но на этом кусочек видео скрытых подарков, он закончен. Ну, вот такие покупки отправились ко своему обладателю. Уже он получил это все. Поэтому на этом мы останавливаться больше не будем. Я рада, что все дошло. Все очень хорошо. Дарить подарки это здорово. Ничуть не хуже, нежели когда ты радуешь себя сам. И вот поскольку все-таки были покупки у меня, которые совершались к днему моего рождения, я бы хотела бы сейчас о них. Сначала о них, а потом плавно перейти к Новому году. И завершить тематикой Нового года, так как год подходит к завершению. Было у меня день рождения, и я решила сама себе сделать подарок. Потому что как-то так мои мужчины очень уклончиво уходили от ответа на предмет того, чтобы все-таки что-то мне прикупить с рукодельного. А желаний очень много. Я поняла, что ждать не придется ничего, и надо что-то организовать самой себе. Но, конечно, мои мужчины сделали мне ничуть не худший подарок. Это были билеты на концерт, на который я очень хотела попасть. И я очень рада и счастлива, что я там бывала. Но это не рукодельная тема, мы об этом говорить не будем. Но, в общем, от мужчин был не рукодельный, от моих близких мужчин был не рукодельный подарок, а вот такой вот, чтобы я развеялась, отдохнула, получила приятные эмоции. И за это им огромное спасибо. Для меня это был полнейший сюрприз. Я давно все собиралась, но как-то вот все... Все как-то вот не складывалось у меня, и оставалось это все в мечтах. И они так вот стихаря решили сделать мне такой сюрприз. Но, понимая, что мои мужчины уклончиво уходят от предмета того, чтобы порадовать меня чем-то рукодельным, я решила, что, наверное, нужно это сделать все-таки самой. И заказала себе один. Ну, скажем так, дорогой. Для меня это дорого, да? Но один хороший подарок. Значит, пойду издалека. Для начала я для того, чтобы желание осуществлялось, прикупила себе на Озоне вот такой вот Синтипук премиум. Это наполнитель для подушек и для игрушек. Вы видели у меня видео с куклой от фабрики арт-ткани, которую я очень хочу в будущем сшить. Вы видели у меня ряд гномов, закупленных там же. Но в набор, к сожалению, Синтипук не входит ни в один из этих наборов. Поэтому, понимая, что чем-то набивать мне все-таки придется, я решила озадачиться и сразу себе это купить. Далее я постепенно сейчас подойду. У меня просто сложено в коробочку. Также на Озоне я заказала гранулят. Вот такой вот крупный гранулят, прозрачный. Упаковку больше мне, я думаю, и не понадобится. Этого должно хватить. Опять же для игрушки, которую я себе в этот раз приобрела. Но очень мне захотелось ее для себя приобрести. И для какой-то своей радости. Вы как-то видели у меня видео. Есть ссылки упомянутых видео. Оставлю все в инфобоксе. Что у меня есть куклы, которые украшают мой дом в небольшом количестве. Но как-то все-таки мне хочется, чтобы у меня была и рукодельная кукла. И вот кроме той куклы, которая под мишку Тенди, ничего такого больше не было. Одно дело кукла на ножках. А здесь кукла сидячая, у которой ножки свисают. Я очень-очень ее хотела. И это вот такая вот кукла Виола. Тоже есть обзор на нее у арт-ткани. Если кому-то интересно, я могу сама свой обзор снять. Но если вы пройдете, ссылки все оставлю. Проходите, смотрите. Пройдете у них замечательные обзоры уже с готовой игрушкой. При этом они говорят о том, что комплектацию надо уточнять. И вот в одном из видео о покупках я говорила о том, что я связывалась с этим производителем. Как раз для того, чтобы уточнить, есть ли в наличии именно такая ткань. Не ткань-компаньон, которую они могут заменить. А именно такая, с сердечками. И в общем, все сложилось. Именно такую ткань. Потому что я хотела именно эту комплектацию. Эта куколка сидячая. Ножки у нее будут свисать. Зайка. И она в таких вот розовых тонах. Все, как я люблю. Я очень хочу сделать эту куклу. Не знаю, когда. Но очень хочу. Головка у нее поворотная. Комплектация. Я не могу это не показать. Она изумительная. И вот еще открыточка вложена. В общем, это... Я влюбилась в эту куклу. Именно потому, что она сидячая. Именно для нее мне и понадобился грануляр. Потому что для того, чтобы она хорошо сидела и держала форму, ее нужно набивать гранулятом. Только после того, как я купила гранулят, мне пришла в голову мысль о том, что, в принципе, я могла наполнить ее опилками. Я могла наполнить ее бисером. Каким-нибудь, скажем так, дешевым. Не очень качественным. У меня есть бисер, который... Ну, с некачественными дырочками. Ну, вот я его использую. Там где-то приклеить, где что-то нужно. Или как-то вот так. Но он у меня отдельно отложен. И я могла бы использовать его. Но я об этом просто не подумала. Честно говоря, мысль эта пришла уже после того, как я уже все купила и все получила. Поэтому, ну, вот так бывает. Да, поэтому буду использовать гранулят. А этот вот некачественный бисер уже останется для того, чтобы остался. Это то, что я купила сама для себя. А теперь мы перейдем к тому, что мне подарили. Подарков немного рукодельных, но они все же есть. Одна моя замечательная подружка, которая любит творчество, но не увлекается им. Зная, что у меня, в принципе, много чего есть. И она тоже хотела сделать мне сюрприз. Она говорит, ну, я этого у тебя не видела. Впереди же после Нового года грядет Пасха. Вот тебе на Пасху. Я помню, ты хотела. Это уже старые наборчики, но они очень новожеланные. Как раз все на пасхальную тематику. Жар птица. Это дизайнера Дарья Слесарева. Яйцо с вот таким вот замечательным собором. Пасхальное яйцо с пасхальным куличом. И яйцо... Алая писанка, по-моему, она так называется. Я помню, что с кем-то меняться схемами пыталась. Через интернет отправила ряд своих схем взамен на остатки. Я бы подобрала, мне не проблема. Все вот эти нитки, бисер, бусины. Все это было бы. Но письмо так не долетело до меня. Девочка, которой я отправила, все получила. Мы решили отправлять мне через отслеживание, без трека номера. Но ко мне так вот и не долетело. И как-то так вот и осталось оно в хачухах. Вот меня порадовала моя подружка и мне подарила. Еще одна моя лучшая подруга. Она тоже знала, что я это хочу. И решила, она говорит, знаю, твоя давняя хачуха. Пока ты все-таки себе не купила, решила тебе ее купить. Это вот такой вот офигенский набор. Шары желаний. Да, сделай своими руками. Я вот тут в этом году взялась за ночной город. И шары желаний это еще одна работа на черной конвейке, которая мне очень нравится. Я знаю, что есть отдельно вот эти шарики. Три и еще какой-то четвертый. Прямо отдельный. Честно говоря, я, наверное, бы, может быть, покупала бы их отдельно, чтобы сделать на подставке. Не знаю. Но у меня теперь есть набор шары желаний. Это так символично, особенно ко дню рождения, чтобы все желания исполнялись. По-моему, это очень круто. Так. Вот у меня такая вот небольшая горка подарков, но все же. И еще один самый важный, самый ценный подарок, который я сделала не только себе, но и всей своей семье к Новому году. Он с одной стороны рукодельный. Но делать мне там ничего не нужно. Давайте я вот это сейчас все уберу и продолжу. У меня есть видео на канале, где я переделала 40-летнего Деда Мороза для своей мамы. Но вот был у нее такой пунктик, что ей не нравятся современные Санта-Клауса. А Деда Мороза старого формата она нигде найти не может. Я переделала ей этого Деда Мороза. Она осталась очень довольна. Единственное, что она сетовала, что нет Снегурочки. Я озадачилась поиском Снегурочки изначально для нее. Но тоже искала. Давно ищу себе под елку Деда Мороза. Но как-то вот все они такие Санта-Клаусные. А я как-то выросла и мне очень нравится вот тот Дед Мороз старых времен. Если бы я могла бы сделать лицо, то я бы сделала бы себе такого Деда Мороза. Но у меня проблема в том, что я не могу сделать себе лицо сама. Бегать, искать, где-то заказывать у меня возможности нет. И так получилось, что в поисках Снегурочки для мамы я нашла замечательного человечка. На ярмарке мастеров Марии Лексиковой я оставлю все ссылки. Еще раз повторяю. У нее можно приобрести как отдельно Деда Мороза, как отдельно Снегурку, как и в паре. В общем, разброс обалденный. Изначально я обратила внимание на пару Снегурочки и Деда Мороза, где Снегурочка в кокошнике стоит. Фитографию сейчас попробую вставить, если не забуду. И я влюбилась. Сказала, я хочу эту пару. Естественно, зайдя туда, я увидела, что я могу купить отдельно Снегурочку. И когда я увидела ту Снегурочку, которую я выбрала маме, я решила, что если я сейчас закажу себе в кокошнике, а ей, ту, которую я ей выбрала, и они приедут, и не дай бог, мне не понравится Снегурочка в кокошнике, я же потом буду с ума сойти. И я решила, чтобы я сама себя не мучила, я возьму двух Снегурок одинаковых и Деда Мороза. Пришло это вот в таких вот коробках. А сколько Снегурочки небольшие, примерно ростиком 25-26 сантиметров, они обе поместились сюда. Я открывать маме не буду. Я вам покажу свою уже открытую Снегурку. Вот она какая красавица. Абсолютно совершенно невысокая, красивая девочка с очень-очень милым лицом. Сделано все на совесть, с этикеточкой. То есть, да, вот Мария Лексикова. Все просто потрясающе. Очень классно. Я думаю, это как вот у меня у мамы много-много лет пробыл Дед Мороз, так и будет у меня эта пара на мою всю оставшуюся жизнь. Очень-очень красивая. Я сейчас достану Деда Мороза. Он тоже в коробке. При этом, когда они упакованы не очень хорошо, и когда они едут, они стоят еще в пакете. Я вот достала с коробки. Сейчас вону вам покажу. Вот он какой. Он, конечно, ростом выше. У нее есть, кстати, Дед Морозы с ростом 30 сантиметров и 50. Но 50 я решила, что мне не надо. Даже есть в голубой шубе. Ну, вы пройдете к ней. И они просто очень красивые. Вот это Дед Мороз моего детства, моего времени. Наверное, я была бы не против иметь его в голубой шубе, чтобы это была более гармоничная пара. Но я выросла на Дед Морозе в красном, в снегурочке в голубом. Поэтому для меня это ерунда и не принципиально. В общем, вот такие вот они крутые и классные. Я просто довольна этой покупкой. Для меня это пара на всю оставшуюся жизнь. Я других для себя не вижу. Да, они стоят денег. Существенные денег. Но ручной труд, я считаю, он должен оцениваться по достоинству. Поэтому я не пожалела никаких денег. И решила, что пусть будет вот такой подарок без наборов и без всякой ерунды. Но у меня под елкой, вот сколько мы сможем уже живем, 20 лет. Наконец-то будет стоять тот Дед Мороз, которого я хочу. Я принципиально не покупала никаких Дед Морозов. Вот я нашла себе каких-то вышивки. Думаю, вот я их сделаю. Вышиваю, они у меня будут стоять. Но руки-то не доходят. Хочется-то все вышить. А руки-то всего две. Я работаю. И у меня семья. И маленький ребенок еще. Вышить-то я вышью. Эти фигурочки, они встанут на полках. Но под елкой будут стоять вот эти красавцы. И вот на этой замечательной ноте я хочу закончить свое видео. О покупках декабря месяца. О таких радужных подарках для самой себя. И как здорово, что я могу купить сама себе то, что я хочу. Все-таки классно быть взрослой. Ребенок не может выбирать. А взрослый может позволить себе то, что он хочет. И я желаю всем, чтобы ваши мечты и желания исполнялись. Не ждите чуда, как говорят. Чудите сами. Так вот. Да, это чужие ручки сделали. Но уверена, что они сделаны с любовью. С душой. И будут жить в моем доме. Всю-всю жизнь я прямо... Вот у меня нет слов. Чего я всем желаю. Заходите обязательно к моей Лексиковой. Это ничуть не реклама. Я ничего за это, никакой скидки не получила. Я просто делюсь тем, что я купила. И что это классно. То, что я искала много лет. Возможно, она творит уже очень давно. Но я как-то вот не нападала на вот это. А тут случайно все-таки нашла уже. Полезла меня ярмарку мастеров. Стала искать там. Была приятно удивлена. И самое главное, я забыла сказать, что за покупку вот этих трех товарищей мне был вложен подарок в виде вот такой чудесной ручки. У меня ребенок, когда увидел ее, младший, он ее сразу взял. Это теперь самая любимая ручка. Год тигра у нас предстоит. Так вот, вот с таким очаровательным тигрулей. У него теперь ручка. Очень классная. Она маленькая, удобная. Он не берет теперь карандаши, а рисует исключительно ручкой. Совсем забыла вам показать. Подписывайтесь на мой канал. Впереди, я надеюсь, много интересного. Не только покупок, но и все-таки каких-то моих творений. Да, не очень быстро. Но я, к сожалению, рабочий человек. И много времени на творчество у меня нет. Хотя очень хочется. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам крепкого-крепкого здоровья. Сейчас этого очень многим не хватает. Желаю вам хорошего настроения. С радостью встретить этот Новый год. Чтобы ваши желания и мечты исполнялись. И идите к своим целям. Мечтайте мысли материально. И если вы будете не просто мечтать, а идти к своим мечтам, они обязательно будут сбываться. Всех люблю, обнимаю. Поздравляю с наступающим 2022 годом. Годом Тигра. Желаю всем хорошего настроения. И встретить этот Новый год радостно. Всем пока. До следующего видео. И до встречи в Новом году. Субтитры сделал DimaTorzok